В Иркутской области дорожные службы явно не спешат заниматься своими прямыми обязанностями. От качества местных дорог у жителей там не просто портятся колеса, а ломаются машины. И вроде бы все ресурсы для этого есть. Деньги из федерального центра выделены, но у региональных властей, вероятно, на них другие планы. Репортаж Виктории Лопатайте. У сворщика Дениса работы не становится меньше даже зимой. Диски гнутся и ломаются, шины лопаются. Нет никаких особых условий, чтобы стать клиентом этой мастерской. Нужно просто ездить по Иркутским дорогам. Где администрация все наши, где ездят, где они по дорогам ездят, там лучше дороги стали. А по нашим захолустям дороги как были плохие, так и остались. А это уже 400 километров от Иркутска. Так летом жители Аносова ездят за продуктами. Село фактически оторвано от цивилизации. На 90 километров порой требуется больше 10 часов. Но не езды, а терпение и самообладание. Чтобы выжить в Аносово нужен не только сибирский характер, но и вот такая неубиваемая техника. Это буханка, подаренная депутатам для местных в зимнее время. И школьный автобус и карета скорой помощи. На ней детей тяжело больных 70 километров. Везут в райцентр Пальдон горы. Снежные заносы, ледовые ухабы, плохая видимость. Андрей Георгиевич управляет буханкой всего месяц. Прошлый водитель не выдержал и уволился. Будет хуже, когда лед тронется. Из-за разбитой дороги пациентов за медпомощью отправляют на лодках. Иногда в последний путь. Так умер одноклассник Вера Александровна. Год назад она чуть не потеряла мужа. А нам с каждым годом все хуже и хуже. Оказывается, ты отдай свой голос. Ну и до свидания. Многочисленные письма в областное правительство. Ответ один. Дорога пригодна для использования только зимой. Строить новую никто не планирует. Чиновники оценили ее в 5 миллиардов. Деньги большие, но у области они есть. До 2024 года на дорожную сферу заложили 80 миллиардов. Половина из федерального бюджета. Но у дорожников на них, очевидно, другие планы. На этих кадрах обыски в дорожной службе Иркутской области. Замгенерального директора для нуж предприятия купил завод за 40 миллионов. У собственного отца. Зайти с проверкой в службу, которая полностью принадлежит местному Минимуществу, хотела контрольно-счетная палата. А дорожники отказались предоставлять бухгалтерские документы. Но даже из открытых данных аудиторы нашли нарушения, которые еле поместились на 40 страницах отчета и тянут на несколько уголовных дел. Уход от налогов. Бюджет области недополучил за 2 года 5 миллионов. 300 миллионов потратили на битум, даже не указав в контракте нужное количество. 275 миллионов. Просто испарились. Даже если ограничиться, что дальше не было никаких других матрешек, допустим, даже если ограничиться на этом субподряде, уже 275 миллионов, миллионов, уже могли бы остаться в бюджете Иркутской области. Расходы на премии руководства за несколько лет увеличились в 5,5 раз до 46 миллионов рублей. Говорят, работа сложная. Вот и приходится тратиться на комфорт. Например, на три новеньких лэнд-крузера за 11 миллионов. А три лэнд-крузера вам зачем? На лэнд-крузера? На лэнд-крузера? У меня машина, а чего нет? Ну, знаете, приходится наматывать тысячи километров по бездорожью. Можно было поскромнее машина идёт? За счёт. Наглость управленцев объясняется просто. Нынешний руководитель дорожной службы, давний знакомый замгубернатора Дмитрия Чернышева. В местной прессе его называют серым кардиналом правительства и главным выгодополучателем всех дорожных ремонтов. Это Чернышев. Это заместитель губернатора, руководитель аппарата. Это его сейчас серый кардинал, который в Иркутской области решает абсолютно всё. Чернышев ставит Черниговского на должность директора дорожной службы. Когда Чернышев был заммэра города Ангарска, Черниговский возглавлял дорожную службу. Пикантность ситуации в том, что замгубернатора Дмитрий Чернышев самому губернатору Сергею Левченко, мягко говоря, человек не чужой. Много лет Чернышев работал в компаниях нынешней супруги главы региона Натальи Левченко. Речь идёт о страховом бизнесе. Кстати, именно структура нынешней жены губернатора страховала иркутских дорожников. Налицо конфликт интересов. Каждый год бюджет дорожной службы Иркутской области превышает 4 миллиарда рублей. При этом сведущие люди в дорожной сфере, в том числе в самой дорожной службе, они называют конкретную цифру, которая идёт якобы для отката непосредственно Чернышеву. Это 32%. Пока все эти нехитрые схемы представляют интерес всё больше для журналистов, правоохранительные органы менее любопытны. Знатоки местных политических раскладов связывают это с тем, что влияние Сергея Левченко и его верного зама Дмитрия Чернышева распространяется далеко за пределы сферы дорожного строительства. Виктория Лопатайте, Алексей Устинов, Олег Климин. Известия специально для РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова